Создание музея техники внутри самолета Ту-144, один из проектов, внесенных в карту Инициатив Республики. На его реализацию нужно 3 миллиона рублей, более 100 тысяч уже собрали. Проект только на стадии разработки, но уже есть на карте Инициатив Республики. Всего здесь 35 идей, 13 уже воплощены в реальность. За полгода существования карты стало понятно, платформа – эффективный инструмент, объединяющий усилия граждан и бизнеса. Тут есть некоторый перекос в сторону Казани, 23 проекта. Это, конечно, очень много. Хотелось бы, чтобы больше было проектов из районов Татарстана. Ну и сейчас, в этом месяце, мы разместим 4 проекта. Я уже сказал, 2 проекта из Татарстана, Киевского района. Так, в Буинске начали оказывать танцевальную терапию. Здесь открыт хореографический зал для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Лениногорске запланирован семейный дом, где родители, воспитывающие детей с тяжелыми диагнозами, смогут отдохнуть сами и получить эмоциональную разгрузку. В Елабуге должна появиться комната для детей-инвалидов. Карта раскрыта для желающих помочь финансово. Стало очевидным, что для проблем, например, детского здоровья, она очень актуальна. У нас очень много проектов, которые завязаны именно на этой теме. Причем эта проблема, как бы, она актуальна и для Казани, и районов. Везде, как бы, к сожалению, здоровье детей не самое лучшее. Проектом «Карта инициатив» занимается команда ребят из общественной организации «Наше дело». Они помогают в сборе средств и обеспечивают информационную поддержку. «Карта» уже получила карт-бланш и от президента республики. Он отдельно отметил проект на форуме НКО, как успешный и перспективный. Это та самая площадка, где можно узнать о реализуемых проектах и стать их частью. Альбина Слагараева, Ишат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова